Ну что, ребята, всем привет! Давно мы с вами не разговаривали на русском и вообще просто не разговаривали, очень сильно по-моему соскучилась. С самого начала хочу вам похвастаться. У меня появилась диплома, и это диплома за то, что я очень хороший студент по обмену, то, что я занимаюсь волонтерством и постоянно в движении, и делюсь своей культурой и своей страной. В общем, я получила такой диплом, и я очень сильно счастлива, и это было очень неожиданно, и мне очень сильно понравилось, и было очень сильно приятно. Сегодня речь пойдет о том, как я провела свое путешествие в Вашингтон, Д.C. Я хотела также вам рассказать о моем дневнике. Да, как видите, он с моими фотографиями. Па-бам! Мне его подарила моя хост-семья, а точнее хост-мама. Она у меня тоже была студенткой по обмену, но она была в Англии, и она уже как бы преподавала в школе. Учила английскому языку, детей в Англии, да, учила английскому языку. И, в общем, она мне сказала, что Ксюша, Синяя, я когда была в Англии, я очень мало чего помню, потому что я очень мало записывала вещей. И она мне подарила дневник. Все знают, что я с дневниками вообще не дружу, и для меня записывать что-то это вообще катастрофа. Я всегда постоянно психую, что мне что-то не получается или мне что-то не нравится. Ну, в общем, да, я начала вести дневник, я стараюсь вести дневник, да, вы понимаете, о чем я. И, конечно же, моя первая, первая моя запись была про то, как мы съездили в Уашингтон, Ди Си. Когда мы приехали в Уашингтон, Ди Си, мы сразу поехали в отель, зачекинились там и пришли. В общем, мы поехали сначала в Airspace Museum, это музей с разными самолетами, планетами, ну, мальчики были очень сильно счастливы это увидеть. Ну, и мне много чего, там было очень много интересного, мне понравился фильм, который мы там смотрели. Там можно было ложиться, нужно было ложиться, и все показывалось как бы наверху на потолке. В общем, было очень круто, мне очень сильно понравилось, очень много фотографий и приятных воспоминаний. И одно из таких вещей, которые мы ели в музее космонавтики, это было мороженое космонавта. Оно очень-очень легкое и очень-очень странное на вкус. Но оно вообще, ну, совсем не как мороженое. Но мне очень сильно понравилось, у меня есть нераспакованный пакет, я его держу для такого момента очень запоминающегося. Закат был замечательный, что я вам сразу скажу, что мне очень сильно понравилось, это запах. Так как мы приехали весной, и только-только все черешня вся распускалась. Если вы знаете про Вашингтон, Д.С., вы, конечно же, знаете историю, что Япония подрила очень много деревьев вишни, черешни, ну, в общем, черри бласом, черешни. И оно все, когда это цветет, а мы еще попали в такой момент, когда оно все цвело, а говорят, что если ты попал в этот момент, то ты вообще самый счастливый человек на свете. И я, конечно, считаю, это же потому, что я там была. И мы просто ходили по улицам и просто вдыхали вот этот вот непередаваемый запах цветов черешни. И его было настолько, он был чистый, что я вам просто передать не могу. Второй день у нас начался с того, что мы покушали. Я обожаю кушать в отелях, потому что обычно у них постоянно есть вафл, много фруктов, всяких разных шоколадов и все такое. Вот то, что я действительно люблю. И мы поехали на метро, доехали до Washington DC, так как мы жили очень-очень близко до Washington DC. Мы доехали там до станции, которая нам нужна была, и мы взяли билеты на Big Bus. Это такие автобусы, которые двухэтажные и с открытым верхом наверху. То есть ты можешь ехать и все видеть. Я просто такие обожаю. Я никогда на них не ездила, но всегда о них слышала. Боже, я территория так быстро, бла-бла-бла-бла-бла. И второй этаж, он с открытой крышей. В общем, я каталась над открытой крышей. И у них еще есть наушники, где рассказывают о всех достопримечательностях, которые мы проезжаем и смотрим. В общем, очень было круто. И мы останавливались. Очень-очень много музеев. Я даже не хочу вам рассказывать, как много музеев я посетила. В общем, если вы едете в Washington DC, это, конечно же, музеи. И еще самое главное, это Cherry Blossoms. Cherry Blossoms, кто знает историю Washington DC, Япония подрела очень много деревьев черешни. И когда весна, и ты как бы приезжий, да, и приехал ты в как раз время, когда вся эта черешня распускается, считается, что ты самый счастливый и самый удачливый человек на свете, потому что очень трудно застать этот момент и приехать в нужное время. Иногда бывает то, что пойдет дождь, и просто все смоет, и этого уже не будет. Ну, в общем, мы приехали, был замечательный, просто непередаваемый запах. И оно все наполняло город, и это было просто замечательно и восхитительно. Конечно, больше всего мне запомнилась такая вещь, как я встретила Томми и Хейли, и ребята, которые бричанские, которые меня смотрят и знают Томми и Хейли, они наши учителя по-английскому из Америки. И, да, я их встретила, и было очень замечательно. И самое важное, это то, что я их наконец-то понимала. Ребята, мой английский настолько улучшился, что я действительно понимала уже ихние шутки, и вообще, о чем они говорят. И говорят еще, у нас есть такая шутка между флексерами, что когда ты на английском слышишь, что что-то шепчется, и ты уже разбираешься в том, что, о чем тебе говорят, и о чем там говорят, да, за стенкой, то это означает, что ты действительно знаешь английский язык. А еще самое смешное, что когда ты приезжаешь, и кто-то там за стенкой шуршукается, ты думаешь, что это о тебе, а оказывается, нет, это просто что-то другое. И, да, вот так вот. В общем, мы очень сильно... Мы поужинали, точнее, у нас не очень было времени покушать, потому что нам нужно было убегать. В общем, мы поговорили, очень трудно было добраться до места, куда мы шли, поэтому мы все бегали туда-сюда. Ну, в общем, самое главное, что я их встретила, и было очень сильно мило, и было просто замечательно их еще раз увидеть, и, наконец-то, уже понять, о чем они говорят. Мы посетили, ну, очень много арт-музеев. Я видела Леонардо да Винчи работу, видела Мане и многих других очень знаменитых таких арт... Я уже все, русский просто, извините. И, но самое важное, то, что я там увидела, это был музей, который называется Ренвик. Это был самый замечательный музей, в котором я когда-то была. И там настолько невообразимо красиво было, и всякие разные скульптуры, что ты просто, ну, не передай словами. Ты заходишь в одну комнату, и там все из дерева, такие как гнезда вьющиеся. Я вам покажу, конечно же, в видео. И было очень замечательно, так как ты мог это трогать, а в большинстве музеев как бы запрещается трогать. Все мы знаем, да, арт это такая вещь, которую трогать нельзя. И там была комната с marbles, такие вот шарики, и они были выложены типа вот как в карте, и это вся была комната. То есть ты идешь по музею, там несколько комнат с разными-разными вещами. И мне очень сильно понравилась розовая комната с разными-разными насекомыми. То есть вся комната была в насекомых. Да, конечно, жутко, так как я вообще, кроме бабочек, больше ничего такого не очень сильно люблю. Всех вот этих вот... Но, в общем, было прикольно. Все, 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 все. Все, 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 все. Все, 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 все. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну а наш самый последний день был самым замечательным, я вам скажу Потому что мы ничего не планировали И это получилось просто невообразимо прекрасно В общем, как я уже говорила, то что Washington DC он просто замечательный весной, когда все расцветает Нас все спрашивали, были ли мы на фестивале Cherry Blossoms Festival И мы говорили, да, конечно, но мы видели это возле Washington Memorial Ну как, было так, нормально, не то, что это просто ооо, Cherry Blossoms Ну просто было, как бы, ну отлично А оказывается, там был фестиваль И вокруг вот этих вот всех достопримечательностей И вот это вот огромное реки, озеро, не знаю, реки Оно просто невообразимо красивые были черешни, деревья черешни И это был фестиваль В общем, на последний день, когда мы ничего не планировали Мы поехали на этот вот фестиваль, представляете, да? То есть это все было не запланировано И мы, то есть говорили между собой, вот, представляете, мы его пропустили И вот, а когда мы пришли, уже поняли, что это вот был фестиваль там Ну в общем, очень было как прикольно Мы были на этом фестивале, посмотрели еще пару достопримечательностей И пошли в FTR Memorial Он очень мне понравился, так как это замечательное место О одном из президентов штатов И он был, как бы так сказать, парализован Но никто об этом не знал, это все держалось в секрете И там, в общем, все замечательно Особенно это замечательно, когда деревень черешни цветут В общем, очень было прикольно Мне очень сильно понравилось Мы пошли также кушать в Lincoln's Waffles Это то, что Энн-Мария, она очень сильно хотела туда поехать И было очень круто, что мы это сделали И еще из одной вещи, которую мы успели сделать в тот день Это мы пошли в музей восковых фигур И было очень круто, но я вам скажу, страшно Жутко-жутко страшно Потому что они выглядят настолько... Ну, они как будто наблюдают за тобой, знаете, вот так вот Ну, в общем, было не по себе как-то возле этих скульптур Казалось, что они настоящие И, в общем, было как-то не по себе мне В общем, мы еще немножко прокатнулись по Washington DC И уже собрались домой Тоже зашли в парочку магазинов Где я, конечно же, купила эту майку И вы сейчас просто, ну, наверное, будете смеяться Но, в общем, я вам сейчас покажу, что на ней пишут В общем, пишут на ней И ребята, кто знает английский язык, они меня поймут Посмеются со мной В общем, я... Очень сильно мне нравится эта майка И всем она нравится В общем, по приколу И мне нравится Так что вот так вот Если вам понравилось мое видео Ставьте лайки Ставьте комментарии Задавайте мне вопросы Так как я сейчас собираю Ну, я вам честно скажу Мне очень-очень сильно приятно Когда вы мне пишете И это просто греет мою душу И мы уже собрали Такое... Я уже... Я очень сильно собой горжусь Так как у меня 100 подписчиков И для меня это очень-очень важно Когда я вижу, что меня 300 человек смотрят Постоянно 350 Для меня это очень-очень... Я очень сильно счастлива После того, как я понимаю Сколько человек мне смотрится Смотрят, интересуются моей жизнью Сколько людей подписаны на меня в инстаграме И вообще, как они реагируют на то, что я делаю В общем, спасибо вам большое, что вы у меня есть И я очень всегда счастлива снимать для вас видео Надеюсь, вам они нравятся И... Хорошего вам дня, вечера Продвигайтесь Самовыражайтесь Не стесняйся Самовыражайся В общем, мы скоро Совсем скоро Скоро-скоро увидимся Я вас всех очень сильно люблю И целую, пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok